Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые гости, я в первую очередь хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня приехал на выставку на День Карачаева Черкесской Республики. Хотел бы поприветствовать своих дорогих друзей, коллег, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, главу Республики Ингушетия Махмуд Али Макшариповича, главу Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерия Черкокова, председателя Московской областной думы Игоря Юрьевича Брынцалова, нашего земляка и, конечно же, всех представителей Федерального собрания, Государственной думы, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, представителей федеральных органов исполнительной власти, наших уважаемых земляков, тех, кто прославляет нашу республику уже на протяжении очень многих и долгих лет здесь, в Москве, столице нашей Родины. И для начала я предлагаю вам принять участие в голосовании и ответить на вопрос, какие ассоциации у вас возникают при упоминании Карачаева Черкесской Республики. Можно навести ваши телефоны мобильные, считать QR-код и в окне для голосования вписать свои ассоциации, ну, одним там словом, голосование будет длиться одну минуту. Да, ну, Владимир Владимирович голосовал за Донбай, я так понимаю, потому что все его детство там прошло. Ну, я думаю, что, наверное, самый популярный ответ – это люди, народ и гостеприимство, а уже потом горы. Ну, а теперь я приглашаю вас совершить путешествие в Карачаево-Черкесию. И презентация начинается с видеоцитаты президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Россия – это страна возможностей и громадного, огромного, истинного таланта, созидательного потенциала нашего народа, неисчерпаемого потенциала. Слова нашего президента о нашей великой и могучей стране очень точно характеризуют огромный потенциал, который есть у государства. И площадки российских регионов, крупных компаний и корпораций на ВДНХ – это наша большая страна в миниатюре. Успехи, важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, интересный положительный опыт развития субъектов Российской Федерации, действительно способны вдохновлять и удивлять, как подчеркивает наш национальный лидер. Сегодня, в день Карачаева-Черкесии, на выставке в форуме «Россия. Регионы» и я ваш гид, и мне приятна эта почетная миссия – поближе познакомить вас с нашей прекрасной республикой. За месяц работы выставки стенд Карачаева-Черкесии посетило около 500 тысяч человек. Уверен, каждый из наших гостей узнал о Карачаево-Черкесии что-то новое для себя, увидел, какой рывок в развитии за последние несколько лет вместе со всей страной сделала наша республика. А главная наша цель – мы хотим, чтобы после посещения выставки и нашей экспозиции, в частности, как можно больше гостей захотели лично приехать в Карачаево-Черкесию и сами убедились в том, как прекрасна наша большая Родина и каждый ее субъект в отдельности. В прошлом году, согласно указу президента России, мы масштабно отметили столетие нашего региона и уже пишем первые страницы нового столетия нашей истории. При поддержке президента и правительства Российской Федерации и благодаря упорному труду каждого жителя, сегодня Карачаево-Черкесия – это стабильный, спокойный, динамично развивающийся регион, неотъемлемая часть Российской Федерации. И год празднования столетия Карачаева-Черкесии стал для нас во многом прорывным. Реализовано множество социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан. В честь столетия государственности Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи в Кремле прошло масштабное мероприятие, которое посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это стало огромным стимулом для дальнейшего развития нашего региона как неотъемлемой части Российской Федерации. О республике я могу говорить очень долго, о ее инвестиционной привлекательности, экономическом развитии, результатах в области промышленности и энергетики, развитии социальной сферы. И особое внимание хочется уделить нашему ничем не сравнимому колориту – национальной самобытности, богатой истории и удивительной природе. Для начала давайте вместе определим 10 причин, по которым, безусловно, стоит посетить Карачаево-Черкесию. Итак, 10 причин. Первое – географическое положение и природные ресурсы. Карачаево-Черкесия – относительно небольшой по площади субъект нашей страны, расположенный в северо-западной части предгоря Кавказа, где две трети территории республики занято горами, в том числе на границе с Кабардино-Балкарией. И государственная граница – это и Грузия, и Республика Абхазия. Кстати, и на границе с Кабардино-Балкарией находится крупнейшая вершина Европы – Эльбрус. Карачаево-Черкесия – кладезь природных ископаемых. Мы располагаем мощной сырьевой базой. Имеются запасы вольфрама, угля, мрамора, известняка, меднокалчедановой и гемопатитовой руды. Без малого полвека на территории республики работают такие крупнейшие предприятия, как Кавказ-Цемент, Урубский горно-обогатительный комбинат. В республике разведано более 70 месторождений полезных ископаемых. Второе – это, конечно, чистая вода. Карачаево-Черкесия знаменита значительными запасами подземных, пресных, минеральных и талых вод с уникальным составом. В регионе располагается более 200 минеральных источников. По богатству, разнообразию, количеству и ценностям минеральных вод регион не имеет аналогов. К слову, в Урубском районе республики на относительно небольшой территории в 100 квадратных метров из-под земли бьют почти два десятка целебных источников с разными вкусовыми качествами воды. Поэтому кислые источники – объект притяжения туристов со всей России. Но уверяю вас, что в ближайшее время об этом узнают все больше и больше жителей нашей страны. В республике около 600 озер и более 400 больших и малых рек. Интересный факт, но именно в Карачаево-Черкесии у подножия западной вершины Эльбруса берет начало самая крупная река Юга России – Кубань. В 1962 году на реке Кубань был построен Большой Ставропольский канал. Самый большой искусственный водоток в странах СНГ, который питает питьевой водой четыре субъекта России. Как вы помните, в советские времена была вывеска «Идет вода Кубань-реки, куда велят большевики». Эта знаменитая фраза была сказана как раз о гидротехнических каналах Большого Ставропольского канала. Карачаево-Черкесия – флагман по производству питьевой и минеральной воды. Регион стал абсолютным лидером в стране по производству минеральной воды за первое полугодие 2023 года. По данным Росстата Российской Федерации, Карачаево-Черкесии произвели более 320 миллионов литров минеральной бутилированной воды, что почти в полтора раза больше, чем по соответствию прошлого года. На реках Карачаева-Черкесии возведен каскад зеленчугских и кубанских ГЭС. Если первая электростанция была построена еще в советский период, то за последние 10 лет при участии компании «Русгидро» был совершен мощный рывок в развитии гидроэнергетики. Открыто 4 новых гидроэлектростанции, в том числе уникальная для Российской Федерации гидроэлектростанция, гидроаккумулирующая электростанция. Третий повод – это где-то и наука. Здесь звезды становятся ближе. Карачаево-Черкесия по праву считается астрофизической столицей Российской Федерации. Ведь на территории республики расположены сразу 4 обсерватории. Из-за большого количества солнечных дней, а их более 300, именно у нас построен и более полувека действует самый крупный центр наземных астрономических наблюдений в Евразии – Сауран. К слову, до 1994 года это была самая крупная ассерватория в мире. Один из крупнейших телескопов мира со встроенным зеркалом, вес которого 42 тонны. Его еще называют глазом Вселенной. А вот ухо Вселенной – это крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров, также расположен в Зеленчукском районе Карачаева-Черкесской республики. В 2014 году по поручению нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, впервые в истории современной России на высокогорном плато Шаджатмас открылась Кавказская горная обсерватория. Она является научно-исследовательским институтом в системе Московского государственного университета имени Ломоносова. На астровизических объектах, расположенных в Карачаево-Черкесии, работают ученые со всей страны. Здесь же готовят молодые кадры высшей квалификации. На нашем стенде представлен макет обсерватории РАН, и все желающие могут совершить виртуальную экскурсию по нашей Вселенной. На территории Нижнеархивского городища находится древний астрономический календарь. По сути, еще одна обсерватория, только датируемая X веком. Четвертый пункт – богатое историко-культурное наследие. Карачаево-Черкесия обладает богатым историко-культурным наследием. На территории региона большое количество разнопрофильных музеев. Конечно, самым известным является комплекс из пяти монументальных храмов, возведенных византийскими мастерами в X веке. В тогдашнем средневековом Аланском городище, через которое проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. Этот храмовый комплекс является самым древним на территории действующем, на территории России. И аналогичного комплекса по возрасту и многослойности культуры в стране больше нет. Именно поэтому они внесены в число исторических памятников культурного наследия народов Российской Федерации. Пятый пункт – это экология, лечебно-оздоровительные возможности. Воздушный бассейн Карачаева-Черкесии представляет особый природный ингалятор, который успешно применяет для лечения заболеваний органов дыхания, аллергических и неврологических заболеваний. Секрет в особой пыльце хвойных деревьев, которые обладают мощным целебным эффектом. Чистый воздух, большое количество хвойных деревьев и чистых горных рек, которые спускаются с подножия ледников. Ответственность промышленных предприятий, соблюдающих экологические нормы, позволяет Карачаева-Черкесии стабильно занимать высокие позиции в федеральном экологическом рейтинге «Зеленый патруль». А экологически чистая продукция, произведенная в нашей республике, уже стала нашим известным на всю страну брендом. Ну и, конечно же, Карачаево-Черкесия – регион долгожителей. Хорошая экология, стремление жителей республики к труду и здоровому образу жизни, уважительное и бережное отношение к старшему поколению, делает Карачаево-Черкесию регионом долгожителей. Средняя продолжительность жизни в республике составляет 75,32 года. По этому показателю мы четвертые в округе, а наш Северокавказский федеральный округ является лидером и занимаем шестое место в Российской Федерации. Но то поручение нашего президента о том, чтобы к 2030 году исполнить наш национальный проект и чтобы средняя продолжительность жизни была 80+, мы обязательно к этому стремимся и обязательно этого достигнем. Конечно же, богатство культур – это уже седьмой пункт. Республику отличает гармоничное сочетание исторических традиций, богатство национальных культур. Жители нашей республики исповедуют ислам и православие. И, как говорит наш президент, многонациональность – всепобеждающая сила России. На территории региона живут 100 национальностей, 5 из них, которые являются субъектообразующими, что закреплено в Конституции Карачаева-Черкесии. На всех пяти государственных языках республики выходит учебно-научная и художественная литература. Печатные и электронные СМИ вещают радио и телевидение. Работают государственные национальные театры и ансамбли. Нашим гостям очень нравится богатство национальной кухни и народного творчества. Восьмое – Карачаева-Черкесская республика, как и каждый субъект нашей великой страны, является родиной героев. Во все времена жители нашей великой страны в минуты опасности как один вставали на защиту нашей Родины. В этом почетном ратном строю достойное место занимают и наши земляки. Мы чтим память и заботимся о живущих фронтовиках, ветеранах Великой Отечественной войны. Среди них 33 героя Советского Союза и России, 25 героев социалистического труда. Сегодня мы все едины, как никогда в своей поддержке решений президента о проведении специальной военной операции, направленной на обеспечение безопасности наших граждан и нашей страны. Вместе мы помогаем нашим военнослужащим, поддерживаем их семьи, дома, а также вместе гордимся нашим земляком, который достойно несет службу в зоне специальной военной операции. Мы чтим память наших военнослужащих, среди них павших военнослужащих, среди них и герой Российской Федерации, Канамат Баташев, удостоенный указом президентом Российской Федерации, высшей награды посмертной за мужество и героизм, проявленной в зоне спецоперации звания Героя Российской Федерации. Еще одна причина посетить КЧР – увидеть, как она изменилась за последние годы. В июле 2020 года Владимир Владимирович Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Президент четко определил национальные цели развития нашей страны. Могу с уверенностью сказать, что наша республика неукоснительно выполняет задачи, поставленные нашим президентом. А все решения нацелены на повышение качества жизни граждан. Несмотря на непростую ситуацию в мире, введение экономических санкций недружественными странами, нам удалось добиться хороших результатов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Последние 10 лет для нашей республики стали прорывными, я бы даже сказал рекордными, в плане строительства социальной инфраструктуры. За последние десятилетия в республике построены, капитально реконструированы почти 2000 объектов социальной значимости. Это и школы, и детские сады, больницы, поликлиники, фельдшер-акушерские пункты, Центр развития для детей и молодежи, зоны отдыха, парки и скверы. Многие социальные объекты республиканского значения появились в регионе впервые. Наша республика за последние три года демонстрирует уверенный прирост темпа ввода жилья в республике, и хотя по общероссийским меркам это, может быть, небольшие цифры, но мы впервые перевалили отметку в 300 тысяч квадратных метров в прошлом году. В этом году этот показатель обязательно увеличится и достигнет 306 прогнозов, 360 тысяч квадратных метров жилья. Последовательно решается вопрос с улучшением качества водоснабжения и газификации. За эти годы в четыре раза больше было введено мощности централизованного водоснабжения и газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем за аналогичный период предыдущих лет. Большой экономический потенциал. Решение и поддержка президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации позволили нам сделать качественный рывок в развитии различных отраслей экономики. Регион демонстрирует устойчивую положительную динамику по основным экономическим показателям. Мощный ресурсный потенциал, развитая сырьевая база, благоприятные природные и климатические условия в сочетании с осложностью политической и общественной стабильностью определяют приоритетные направления развития республики. Это промышленность, сельское хозяйство и туризм. В сфере промышленности лидирующие позиции занимают отрасли производства строительных материалов, пищевых продуктов и напитков, резиновых, пластмассовых и текстильных изделий. В текущем году промышленные предприятия региона в основном смогли преодолеть трудности, связанные с создавшейся геополитической и экономической ситуацией и введением в отношении нашей страны и российских предприятий экономических и политических санкций, перестроить логистические цепочки подставок сырья и готовой продукции. Только в этом году в Карачаево-Черкесии открылось 5 новых высокотехнологичных производств. В области сельского хозяйства АПК является ведущим системообразующим сектором экономики Республики и входит в топ-5 субъектов с наибольшим поголовьем овец и коз. Именно поэтому в Карачаево-Черкесии в ближайшие годы претендует на позицию лидера в стране по производству баранины. Серьезный шаг в этом направлении уже сделан. Группой компаний «Домоты» на территории Республики открыт крупнейший завод по переработке баранины, мощностью 25 тысяч тонн. Инвестиции составили порядка 3,7 миллиардов рублей. Российская Федерация обладает огромным потенциалом в части производства и экспорта баранины. Ответственно заявляю, что флагманом в этом процессе готова стать Карачаево-Черкесия наряду с нашими соседями. За минувшие годы КЧР совершил огромный рывок в области интенсивного садоводства. Высажено более 2000 гектаров садов суперинтенсивного типа. В регионе заложен первый грушовый сад в Российской Федерации. В 2020 году начали строительство фруктохранилищ и в ближайшие годы будет построен оптово-распределительный центр мощностью 60 тысяч тонн. Один из самых крупнейших в нашей стране и в Европе. Также на территории Республики мы реализовали уникальный для России проект по интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей, продуктовой цепочки через создание мини-садов наличных подворьев. За счет бюджета Республики мы субсидируем жителям отдаленных районов нашей Республики выращивание фруктовых садов на личных подворьях, помогаем с саженцами, системой капельного полива. Уже создано более 14 кооперативов, что позволило 400 семьям в сельской местности участвовать в этой программе. Ну и безусловно туризм одним из стратегических направлений и драйверов развития является туризм. Наши курорты без преувеличения признаны одними из самых ярких точек притяжения на карте внутреннего туризма нашей большой страны. В последние годы мы наблюдаем кратное увеличение туристического потока. По итогам прошлого года Республику посетило порядка 2 миллионов туристов. В среднем турпоток в Республику растет на 20% ежегодно. И уже сейчас наша гостеприимная Карачаева-Черкесия приняла в 4 раза больше путешественников, нежели насчитывает собственных жителей. Стоит отметить, что на сегодняшний день туристко-рекреационный комплекс Карачаева-Черкесии имеет мультипликативный эффект в развитии региональной экономики, а в отдельных районах становится основой социально-экономического развития территории. Рельеф Республики с перепадами и подъемами высот, переплетением климатических и ландшафтных зон позволяет нам развивать различные виды туризма, включая горнолыжный, экологический, этнокультурный, экстремальный, лечебно-озгоровительный и гастрономический туризм. Только хайкинговых и треккинговых маршрутов Карачаева-Черкесии 77, и мы находимся в тройке российских регионов по популярности маршрутов для летнего хайкинга. Основная часть маршрутов сконцентрирована на территории Тибердинского национального парка. Безусловно, это жемчужина Кавказа, раскинута на площади в 112 тысяч гектаров с богатейшей флорой и фауной, многие представители которой внесены в Красную книгу России. И только на территории национального парка расположено 157 озер, более 100 водопадов и 100 ледников. Сейчас на презентации вы видите Софийские озера, Софийские водопады. Они, пожалуй, входят в топ самых популярных и самых живописных туристических маршрутов в России. Все три водоема расположены на высоте более 2800 метров, а Софийские водопады – это чистейшая вода ледникового происхождения, которая стремительным потоком спадает с горного склона горы София с высоты 3637 метров. Учитывая динамику и перспективы дальнейшего развития отрасли, мы включили в модель экономического развития, утвержденного правительством Российской Федерации, рассчитанного до 2030 года. Два прорывных проекта – это развитие ВТРК «Тиберда-Домбай» и, конечно же, «Архыз». Одним из флагманов развития горнолыжного туризма в стране выступает наш курорт «Домбай», что в переводе означает «зубр». Прославленные и воспетые поэтами еще с советских времен «Домбай» и ныне продолжают поражать воображением своими рельефами и являются популярным центром альпинизма, горнолыжного и экологического туризма. Горнолыжная инфраструктура, построенная в советские времена, сейчас активно расширяется за счет реализации инвест-проектов при поддержке правительства Российской Федерации, в частности, Министерства экономического развития. Мы строим объекты инженерной и туристической инфраструктуры. Ярким примером комплексного развития туристической территории с нуля является всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», которому в этом году исполняется 10 лет. При поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина «Архыз» заслуженно стал одним из популярных горнолыжных курортов в России и одной из самых востребованных в стране инвестиционных площадок. Так, за 10 лет существования курорта число туристов увеличилось в 9 раз и в 2022 году составило почти 1 миллион человек. Уже к 2018 году «Архыз» был признан лучшим спортивным объектом России, а совсем недавно курорт назван лучшим горнолыжным курортом страны в рамках национальной премии «Горы России». В настоящее время определен стратегический инвестор, который будет дальше совместно с органами государственной власти, правительства Российской Федерации, государственной власти Карачаева Черкесской Республики развивать курорт. Это компания «Горная вершина», которая показала свой профессиональный уровень и во время Олимпиады в Сочи, и на курортах Красного Поляна Краснодарского края, где занимались развитием курортной инфраструктуры. Появление новой, современной и качественной горнолыжной, гостиничной, инженерной и досуговой инфраструктуры в туристско-рекреационных зонах закономерно повысит конкурентоспособность курортов на федеральных и международных уровнях, повысит привлекательность наших туристских зон, повлечет краткое увеличение турпотока и налоговых поступлений в региональный бюджет. А это, в свою очередь, поможет достигнуть главных целей, поставленных нашим президентом – повышение качества жизни населения и развитие внутреннего туризма путем формирования комфортной туристской среды. Уважаемые гости, я назвал всего лишь навсего 10 причин, по которым стоит посетить Карачаево-Черкесию. На самом деле их гораздо больше. Я приглашаю всех вас, всех жителей нашей большой страны к нам, чтобы составить свой собственный список. Спасибо каждому из вас за поддержку Карачаева-Черкесии, в реализацию наших планов и задач. Спасибо жителям Карачаева-Черкесии за любовь к родному региону и труд. Спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его решение и инициативы, которые принимаются прежде всего ради людей и для людей, граждан нашей большой, великой Родины России. Россия только вперед. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин